девчулики всем огромный огромный приветик и кто случайно попал на этот ролик у нас сегодня озвучка будет в кадре за кадром как правильно говорится хочу посмотреть насколько это выйдет сколько по времени постараюсь конечно по максимальному урезать иначе это не знаю на час на два точно вот моим ноготкам буквально чуть больше месяца смотрите какая грубая сухая кутикула у нас выключали горячую воду и вообще каждый день убираюсь с химией и перчатка у меня только на одной ручке прошлые разы я делала себе наращивание это у меня уже коррекция и я делала базой как я вижу базу дала усадку не на всех ноготочках потому что делала твердой базой но есть заломчики вот здесь не цепляется цепляются волосы ну что неудобно сейчас буду исправлять и буду выбирать цвета эта посылочка от fresh prof новые гель-лаки сирен вот и очень конечно сложно с выбором смотрите какие красивые цветники камера всегда не передает к сожалению я не знаю что мне выбрать он перейдем к снятию а там уже посмотрим одну ручку я уже сняла и приступаю в другой конечно неудобно буду придерживать на себе всегда вообще неудобно делать вроде материал относился хорошо как таковых особо тоже нету тебе делаю снятия где-то на двадцати двадцати пяти тысячах потому что фреза может отрикошетить и буду получено перепилить нос пишите часто ли вы себя перепиливаете вот я частенько так вот здесь вот мне уже неудобно поэтому переверну пожалуй пальчик и вот так вот так вот спилю естественно на левой руке легче снимать и поэтому я всегда начинаю с правой руки чтобы хватило сил также убираю лишнюю толщину так как у нас была подложка мне нужно немножечко подпилить родной ноготь чуть-чуть его подпиливаю убираю грязь тупы которая седает любым случае вот чтобы такой пыли не было можно пройтись топом потом как поверхность будет гладенько и мне присталучая пыль не будет приставать лучше так я уже сижу целый час и приступаю наконец-то к пилу форму естественно проще показывать все только на одном ноготочке пилочка у меня тоненькая такая вот опять 120 на 120 особо длину убирать не буду смотрю чтобы нижних параллелях у нас все было ровно смотрите какая ступенька жесткая так не должно быть поэтому я ее подпиливаю аккуратненько со всех сторон у меня все должно быть ровненько и от точки в роста и виду середине торца лишнюю толщину также выпиливаю под ногтем и шлифую поверхность сглаживаю да так как я буду делать укрепление базой буду экспериментировать каждую новую фирму я экспериментирую пробую пробую на себе и только потом уже делаю на клиентах ну и приступаем к маникюлу тут у меня очень грубая конечно грубые боковые валики я не знаю сейчас еле-еле приподняла на этих ноготочках очень какая-то она у меня стала сухая и на липше тяжело приподнимается мне необходимо сделать карман чтобы не поранить вот тут например когда я приподнимала задела не очень хорошо приподняла все-таки нужно было брать апельсиновую палочку фреза у меня сегодня вот такая вот смотрите пламя она у нее диаметр по моему 2 и 3 понравилось мне аппарат включила на 17000 и на реверсе начинаю вычищать весь птериди аккуратненько стежковыми движениями сразу вижу махрушки на кутикуле поэтому чуть-чуть приподнимая ее вот как-то вот так вот также приподнимаю чтобы было видно что находится под кутикулы работаю осторожно сильно на фрезу я не нажимаю для удобства или выворачиваю на другой руке конечно выворачивать не получается я однажды так вывернула что пропилила себе ноготь поэтому каждом ролике говорю будьте осторожными махрушечка вот и тут сразу видно где срезать меня и следующему так у меня идут уже боковые валики с боковыми валиками дела у меня вот такие не очень хорошие поэтому я их сразу спиливаю и конкретно нажимаю и не очень грубые и с другой стороны так же с другой стороны не так сильно грубо только в точке в просто грубовато чуть-чуть как и надеюсь там все видно дальше я беру кусачки а это сталикса достаточно такая большая ручка очень вот и от правого синуса начинаю аккуратненько срезать эти камеры приближ немножко может так лучше будет себе в любом случае всегда не неудобно делать и срезаю я себе могу и в кровь резануть напишите в комментариях вообще как вы себе делаете ногти не знаю мне уже второй час идет так и продолжаю дальше делать я спиртиком прошлась все аккуратно было и вообще когда себе маникюр делаю лучше не говорить шаг лево шаг вправо все порез стопроцентный так и в синусе немножечко у меня тут что-то очистил и опять же беру аппарат и прохожусь чтобы таких вот махрушек синус не было сразу видно у меня там пыль забилась ты могу так вот приподнять и зашлифовать заодно пузиком фрезу вот из-за этого я люблю такие фрез они пузатенькие убрала в тире и срезала и зашлифовала срез смотрите то есть она такая мягкая мягкая и так прошло уже три часа я попила уже кофе к сделала одну ручку приступаем к этому ноготочку хорошенечко обезжириваю и буду наносить в праймер от фреш проф он кислотный главное не переборщить с праймером его нужно наносить чуть-чуть так как я работаю в перчатках и постоянно работаю ручки у меня естественно перчатках влажные поэтому кислотные то что нужно база у нас сегодня также от этой фирмы она медиум для начала я наношу тонкий-тонкий слой он мне нужен для того чтобы последующая капелька с выравниванием пошла именно по этому слою все беру капельку сразу же побольше беру капельку побольше ну длина у нас длину длинные ногти достаточно да поэтому и должна быть соответствующая архитектура такой капельки мне будет достаточно вот и разравниваю движениями вверх вниз на смотрите по по нашему коридору которые впервые нанесла но первым слоем уже эта база и потекла я просто помогаю немножко также можно взять просто тоненькую кисточку и разровнять особенно в боковых возле боковых валиков ой 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 я задела и одни затеки все четко и переворачиваем также есть вот такой интересный топ он с микро блеском и я хочу прокрасить под ноготочком это нужно для того чтобы не проникала туда грязь мы же немножечко спиливая спиливали родной ноготочек теперь мы его запечатали и красивенько можно обычным топом сделать с блестками я делаю для души чтобы настроение хорошее гель-лаки у меня сегодня вот на указательном 41 безымянный сделаю сороковым и розовенький у меня будет 35 гель-лаки плотные смотрите сами то есть вот достаточно плотный хорошо укрывается нужд для настроения опять же я блёсточки как он дизайн сейчас сделаю то что где-нибудь то я себе накосячу и так три часа уже сижу устала ну вот видите косяк сразу моментом подправлю все правильно ну а пока это доделываю свои ногти пью вторую чашку чая кто тут у нас гермисон красавчик